МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наводит на три серьезные размышления. Вооруженная страна, вооруженная до зубов, не в состоянии элементарно справиться с наведением простого порядка. А вместе с тем лезут всем диктовать свои условия, объявили войну не только Российской Федерации и не только информационной финансовой, но назвали нас врагом номер один, но вместе с нами врагом номер один назвали и Китайскую Компартию, которая демонстрирует высочайшие примеры вывода страны на передовые рубежи, не только экономики, социальной сферы, успешной борьбы, в том числе и с современными болезнями. Я об этом с тревогой говорю, потому что два системных кризиса, и не встаю повторять, в прошлом веке закончились мировыми войнами. Спасала наша великая советская страна, великие октябрь, лениско-сталинская модернизация, наши великие победы и ракетно-ядерные паритеты. Сегодня Российской Федерации не можем похвастаться, но я хотел, чтобы Дума государственная осмысливала прожитые три месяца, которые отбросили нас назад по всем характеристикам. Делают счастливый вид, что справляются. На самом деле, пока ни с чем не справляются. Даже Государственная Дума рассматривает вопросы в попыхах от прикрытия вируса, протаскивает те законы, которые абсолютно не нужны современной России. Ситуация в Америке. 40 миллионов обратились за помощью, по сути, безработной. Минус 20% в экономике. Что касается в целом морально-политической обстановки, общество жутко расколото. В Европе ситуация минус 5-10%. Даже самая мощная экономика в Германии, та зашаталась. Если взять Российскую Федерацию, апрель-апрель, минус 12%. Граждане потеряли 22% дохода за последние три месяца. И если взять предыдущие годы, плюс еще 12%. На треть похудели все и стали, бедные стали нищими. Средний класс, по сути дела, разорился, и половину не восстановится. А группа олигархов хапнула за три месяца 62 миллиарда долларов. Это более 4 триллионов рублей. Раскол, как видите, только усугубляется. Две тяжелейшие техногенные катастрофы на железной дороге в сторону Мурманской, в Заполярье. Еще нам всем омкнуться. Это своего рода экологический Чернобыль. Но это свидетельствует о том, что не услышала ни власть, ни правительство. Я 10 раз выступал в Государственной Думе. Начинал с того, что износ оборудования зашкалил все мыслимые и немыслимые пределы. Только в несогазовой промышленности превысил 55-60%. И никакой реакции. Мы надеемся, что подготовка к отчету правительства Государственной Думы, он намечен на 22 июля, будет содержательной. Поэтому предлагаем Мишустину встретиться с нами и обсудить все проблемы. Мы настаиваем на том, чтобы президент подвел итоги этих трех месяцев у себя на встрече с лидерами политических партий. Почему? Потому что у меня ощущение, что он не в курсе целого ряда событий. Если взять политическую сторону вопроса, те, кто его окружает, продолжают наверстывать упущение либеральной своры, которая рушила страну и разворовывала в 90-е годы. Мы с этим категорически не можем согласиться. Это видно и по успешному принятию Конституции на так называемом голосовании. Мы обратились к президенту с целым пакетом конкретных мер. Мы на Орловском форуме рассмотрели программу вывода страны из кризис. Она опубликована более чем двухмиллионным тиражом. Здесь есть все основные характеристики, как формировать бюджет развития, какие законы дадут возможность нам обновить технику не только в агропромышленном комплексе, как реализовать народные предприятия. Я всем членам Совета безопасности, всем членам правительства разослал наше предложение, называется это меморандум «Русский стержень державы». О том, что демографическая катастрофа прежде всего прокатилась по классическим русским областям. Русские за эти либеральные реформы с 91-го года потеряли 20 миллионов человек. Исчезает народ, который собирал эти гигантские просторы, не порушив ни одной веры, ни культуры, ни языка, ни традиций. Мы пока не услышали конкретного ответа. Я не уверен, что тот пакет, на котором было написано лично президенту, доставили его помощники на стол. Я настаиваю на том, что мы получили официальный ответ на эти предложения. Выслушав предложение министра Мурашко, его отчет в Думе довольно профессиональный, вместе с тем мы предложили 12 конкретных мер для того, чтобы поддержать максимально здравоохранение, одновременно науку и образование. Сейчас начинает формироваться бюджет новый. Но я слышу рассуждения тех же либералов, которые топчутся вокруг престола. Давайте все урежем на 10-15 процентов. Секвестируем в силу того, что бюджет потеряет, уже потерял 2 триллиона рублей, еще, наверное, до конца года потеряет в размере 2-3. Урежем все остальное. Если начнут урезать все остальное, то получится вообще-то очень странная ситуация. Вроде бы надо поддерживать медицину. Тогда давайте сейчас, я предложил Володину и Думе, создадим комиссию и следуем, почему на первом этапе страна оказалась не готова к наступлению новой болезни. Она оказалась не готова, потому что ровно 10 лет подряд урезали все статьи, связанные с наукой, образованием и здравоохранением. Урезали в два раза. Вместо того, чтобы выделить средства и поддержать, полностью урезали. Вместо того, чтобы оттолкнуться от уникального советского опыта, а он показал, что это лучшая в мире медико-санитарная служба, которая справилась и с чумой, и с коленей, и с малярией, и даже черной оспой, и ВОЗ брал пример с нее. Ее решили урезать. Почему? Потому что наняли иностранную фирму, которая сделала заключение, что эти койки инфицированных больных невыгодны экономически. И что сделали? Господин Кудрин кладет на стол Думу. На 42% урезали всю медицину, все медицинские кадры за последний год. И одновременно в три раза сократили число инфицированных койков. Ну и тогда оказалось, что они сами все урезали, сами оказались не готовы, и сами вынуждены были посадить всю страну на карантин с перепугу. Я еще в первый день задал вопрос. Мне ответьте, почему человек старше 65 лет не может выйти из подъезда вечером подышать свежим воздухом? Если у вас нет лекарства, то одно лекарство иммунитета. Иммунитет может быть крепким, если есть хорошее питание, свежий воздух, и возможно хоть прогуляться рядом с домом. Почему в магазин можно идти, а с ребенком выйти погулять нельзя? Почему с собакой прогуляться можно, а вечером, для того, чтобы размять кости, жилому человеку нельзя вокруг дома? Появляется полиция. И кто принял на себя ответственность нарушить все кондиционные нормы, связанные с свободами? Граждан даже на свободу элементарного передвижения. Я считаю, что из всей этой эпопеи надо сделать далеко идущий вывод. Для этого надо Государственной Думе, Совету Федерации, правительству и президенту собрать толковых людей, поручить комиссии исследовать и расследовать, и принять меры, которые не позволят повторяться этим трагедиям. Я бы хотел присмотреться в ситуации, допустим, на Северном Кавказе. Чечня не допустил Кадыров, чтобы разгромили первичку. Не допустил. Категорически отказался разрушать всю медицинскую часть, которую обслуживает в районах. А рядом в Дагестане они давно порушили. И в результате получили то, что получили. Поэтому, на мой взгляд, надо принимать сейчас бюджет развития, под который мы подготовили 12 законов. Подготовили, прежде всего, закон о национализации минерально-сырьевой базы. Она позволит нам иметь внутренние ресурсы для продвижения вперед. Закон о прогрессивной шкале налогов. Чтобы эти 200 упырей не богатели, даже на фоне тяжелой болезни, а народ не ищал, чтобы эти ресурсы пошли на восстановление производства. Поддержать всех, кто хотел бы работать, малый и средний бизнес, и не обкладывать его налогами. Почему-то помощь оказали семье до 16 лет на детей. А что, в 17 они есть перестали? Не перестали. Поэтому надо в целом все рассмотреть. Конституционное собрание. Конституционное собрание. Конституционное собрание. Я хочу сказать, что наша партия приняла очень принципиальное решение. Вчера мы провели большое собрание всех без исключения, кто является руководителями наших парторганизаций. Принято единое общее мнение. Та конституция, которую Ельцин принял под расстрел парламента, пропитанная кровью, гарью, нищетой, слезами и все, она должна претерпеть принципиальные изменения. Тот косметический ремонт, который наметила власть, нас не устраивает. И он не устраивает в целом страну и не позволит нам выбраться из этого кризиса. Поэтому мы прямо сказали, партия не будет голосовать и поддерживать этот закон. Мы внесли 15 поправок. Мы просили Единую Россию рассмотреть. Отказали. Мы внесли 9 законов здесь, в Думу, которые могли бы подвинуть нас к серьезным измерениям. Тоже отказали. Мы предложили провести диалог в открытом эфире. Тоже отказали. Мы наставили на том, чтобы ведущие программы на государственном и общественном телевидении были посвящены главным темам. Тоже отказали. Поэтому мы обратились к стране с тем, чтобы она отреагировала на призыв и граждане пошли бы на выборы. Есть те, кто орут, давайте бойкотировать. Ни разу в истории политической жизни бойкот позитивно не сказался на решении проблем. Отсиживаться на диване в кустах, когда страна корчится в муках, это последнее дело. Надо приходить и голосовать по совести. Призываем граждан активно участвовать. Но голосовать так и подсказывает совесть ваши дети и внуки, ваше будущее. Продолжение этого олигархического курса и самовластия президента недопустимо. Оно не позволяет стране выбраться из очень трудного положения. Кто бы ни был в Кремле с такими полномочиями, которых больше, чем у любого фараона, царя и генсека вместе взятых, надо, чтобы система работала очень эффективно. А здесь президент предлагает заплатить медикам соответствующие прибавки. Пять недель проходит, и даже скорая помощь не получила ни копейки. Это означает, что машина управления абсолютно не работает. Поэтому мы предлагаем реальное изменение, которое позволит, с одной стороны, укрепить власть, но сделать ее подлинно народной. Взять под контроль избранных от народа исполнительных структур. И все сделать для того, чтобы граждане могли использовать все богатства и свои возможности в интересах своей семьи и будущего. Нам нужна конституция народовласти и справедливости. Конституция социализма. Конституция ленинская, сталинская и брежневская по своим социальным гарантиям были лучшие в мире. Вот вам пример на будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова